В настоящее время система воспитания и обучения ребят дошкольного возраста показала, что количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. В детском саду номер 52 работает служба ранней помощи, где оказывается необходимая поддержка специалистов в развитии детей. Об этом подробнее смотрите в рубрике «Для вас, родители». Дети, не получившие в раннем возрасте соответствующий речевое развитие, с большим трудом наверстывают упущенное. Именно дошкольный возраст наиболее благоприятен для закладывания основ грамотной, четкой, красивой речи. Поэтому важно с раннего возраста начинать работу по развитию речевой активности детей и предупреждению речевых нарушений, вовремя заметить и скорректировать отставание формирования речевой функции. Служба ранней помощи – это служба помощи родителям, законным представителям. Для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Также детям, имеющим ограниченные возможности здоровья, вызванное медицинскими, биологическими, социальными показателями. Служба работает в трех направлениях. Первое направление – это консультативно-диагностическое. То есть на данном этапе идет определение уровня развития ребенка раннего возраста по нормативным показателям. Идет работа активная с педагогами, которые работают на группах раннего возраста. Это тоже очень важно. Идет консультативная работа с родителями. Второе направление – это коррекционно-развивающее. На данном этапе идет разработка индивидуальной программы, если она требуется после диагностики. Идет работа с родителем по обучению способом, методами работы со своими детьми, с их взаимодействием. Проводятся индивидуальные групповые занятия, чтобы родители видели это на примере. И третье направление нашей работы – это информационно-методическое. То есть идет активное информирование родителей о нашей службе ранней помощи. Идет повышение квалификации педагогов в этой службе. И идет активное создание благоприятной среды, которая будет идти на благо наших детей. Как мы знаем, речевые области мозга ребенка развиваются под влиянием импульсов, поступающих от кисти руки, ладоней и пальцев. Здесь находится множество активных точек, стимулирующие нервные рецепторы, которые отвечают за работу мозга. Поэтому очень важно, чтобы движения рук, особенно мелкие движения пальцев, были разнообразными и энергичными, чтобы работало как можно больше пальцев и как можно чаще. Для этого в детском саду номер 52 были созданы и приобретены бизиборды, как настенные, так и настольные. Бизиборды – это развивающая доска со всеми возможными кнопками, выключателями, крючками и прочими маленькими опасностями, которые ребенку дома трогать обычно запрещено. Это полезные игры – наусидчивость, внимательность, умение концентрироваться. Если вам захотелось лучше разобраться в каких-то проблемах поведенческих, связанных с вашим ребенком, или просто какие-то у вас возникли вопросы по развитию своего ребенка, мы ждем вас в гостях. Очень рады видеть ваших детей и вас. Дарья Пушкарева, Анастасия Козырева, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.